Глав государств, прибывших в Международный выставочный центр «Казань-Экспо» для участия в 16-м саммите БРИКС, приветствовал президент России Владимир Путин. После завершения церемонии приветствия совместного фотографирования лидеры стран перешли в зал заседания для участия в первом пленарном заседании 16-го саммита БРИКС+, в расширенном формате. Прежде всего, хотел бы поздравить Российскую Федерацию с успешным председательством БРИКС. В ходе выступления президент Садыр Джапаров отметил, что БРИКС для Кыргызстана является уникальной платформой принципов суверенного равноправия и взаимного уважения. Как подчеркнул глава государства, Кыргызстан разделяет цели и принципы деятельности БРИКС по предоставлению возможностей для экономического и социального роста, а также развития предпринимательства. Хочу добавить, что это полностью совпадает с целями устойчивого развития, интегрированными в национальную стратегию развития Кыргызской Республики до 2040 года. По инициативе Кыргызстана и при широкой поддержке горных стран реализуются пятилетия действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы, принятые Генеральной Ассамблеи ООН. Наша другая инициатива – это закрепление нового глобального диалога по горам и изменению климата в качестве ежегодного мероприятия в рамках рамочной конвенции ООН об изменении климата и формировании переговорной группы горного партнерства. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к участникам мероприятия, поддержать инициативу Кыргызстан. Разработка альтернативных механизмов трансграничных платежей БРИКС, новых финансовых инструментов с использованием новых цифровых возможностей будет способствовать росту эффективности торговли в региональном и глобальном масштабе. Стан ли мир более безопасным, стабильным и процветающим? Вопрос, конечно же, риторический. Сегодня доминирует не международное право, а право сильного. С каждым годом появляются новые разделительные линии. Растут расходы на вооружение, которые следовало бы направить на созидание и преодоление экономического неравенства. Избранные страны продолжают богатеть, сдерживая международную торговлю и манипулируя финансовой системой. Это наносит ущерб малым и экономически уязвимым странам. Несмотря на нынешнее сложное геополитическое положение в мире, Кыргызстан принимает все меры для устойчивого развития и уже добился значительного прогресса в этом, в том числе благодаря проведению масштабных реформ. БРИКС – глобальный центр международного притяжения, которому проявляют практически интерес многие страны. Так характеризуют аналитики и международную организацию. По их словам, БРИКС обладает огромным потенциалом развития и объединяет государства разных континентов. Мы присматриваемся сейчас к потенциальному, насколько нам это выгодно и насколько нас там хотят видеть. Поэтому сейчас как наблюдатели смотрим. И в этом смысле, я думаю, это замечательно, что наша внешняя политика идет на опережение и смотрит, как будет сложиться судьба и членство Турции и Азербайджана. Азербайджан тоже дал заявку. Насколько я знаю, Казахстан сперва дал, но особо не активничает, тоже в БРИКС. А для Кыргызстана, мне кажется, нашу заявку вполне могут принять, если мы решим подать ее в БРИКС, потому что там как раз три ключевые страны, которые, на мой взгляд, аналитические, вот я когда анализирую, смотрю, это три большие страны, которые очень важны для нас. Это Китай, Россия, Индия, они входят. Как отмечают экономисты, сегодня ВВП пяти стран первоначальных участников БРИКС превышает объем ВВП от стран так называемой «большой семерки» по паритету покупательской способности и составляет 26% глобального ВВП. Членство Кыргызстана в БРИКС выгодно экономически. При этом надо отметить, что особое место в структуре БРИКС занимает два его финансовых института – пул валютных резервов и новый банк развития. Первый создан для поддержания финансовой стабильности в странах «пятерки». Он служит своеобразным резервом, из которого можно сдействовать средства в случае серьезных финансовых проблем, возникших в странах-участницах объединения. И мы бы могли через этот банк тоже показать очень хорошие свои проекты, это и инфраструктурные, в энергетике, в строительстве железных дорог, крупных предприятий. Плюс очень большие инвесторы, это и в Китае, и в Индии, и в других, и в Иране тоже, и там технологии есть в Иране, и в Китае, и в Индии тоже, которые мы могли бы привлечь и открывать совместные предприятия. То есть очень хорошо будет для нашей страны. Я думаю, президент наш сумеет привлечь внимание не только там первых лиц, но и встретиться с другими ответственными руководителями. Банк развития санкционировал проекты в области возобновляемой энергетики и инфраструктуры в странах БРИКС на сумму около 8 миллиардов. Новый банк развития, куда входящие страны внесут в уставной капитал денежные средства, которые пойдут на поддержку экономик тех стран, которые будут в этом объединении. А для Кыргызстана сейчас очень важны инвестиции, потому что в последние три года наша страна развивается достаточно быстрыми темпами, не менее 8% роста вала внутреннего продукта, поэтому для поддержания такого высокого темпа нам необходимы инвестиции, в том числе и из таких организаций, как БРИКС. Сегодня, вчера, буквально состоялся саммит в Казани, куда приехали 36 глав государств и правительств, а также главы 6 международных организаций, в том числе генеральный секретарь ООН, господин Гутерриш, это, говорит, высокой значимости этой организации. В последние годы БРИКС стремится к расширению своего влияния за счет присоединения новых стран. По состоянию на 2024 год в БРИКС уже 9 стран. Отметим, что в этом году к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. В начале сентября этого года стало известно о том, что Турция подает заявку на вступление в коалицию. Кундуск, это ТВ за Маджапака, Фалату, до вас 4.